Здравствуйте, мы начинаем шестой урок по программированию в KielmeVision. В прошлый раз мы рассмотрели, как улучшить вид нашей программы. Мы рассмотрели, что такое define, что такое подпрограмма и так далее. На этот раз мы попробуем вынести инициализацию в отдельный файл, то есть рассмотрим модульное программирование. Запускаем NewVision. Вот он, наш Let's Any, его мы вынесем в отдельный файл. Как это делается? Первым делом создаем две папочки. Одна папочка src, другая папочка inc. Папочку src сбрасываем main.c. Заодно здесь создаем текстовый документ под названием mcuini.h. Ой, mcuini.c. Вот, копируем. Инк. И здесь cc заменяем на h. Ну и понятное дело убираем весь код. Отлично. Удаляем данные. Может мы данные не можем прописать? Путь. Удаляем данный файл. Добавляем новые. Прописываем пути к инк файлу. ЕСРЦ. Окей, окей. Собираем. Ну, пока оно собирается. Будем писать дальше. Сюда пишем include main.h. Также припишем сюда пока временно mcuini.h. Это ерунда. Чего-то каждый раз предлагает пересохранить main.c. Так. Странно. Подключим mcuini.h. Также здесь. Еще одну строчку сделаем. Пересобираем. Ошибок нет. Отлично. Теперь в h файлах надо написать следующую структуру. if n def main.h. define здесь решетку забыл. define main.h and def Что делает данная конструкция? Она проверяет, определен ли main.h. Если main.h не определен, то его определяет. Для чего это надо? Дело в том, что main.h ну и вообще во всех h файлах определены различные define, определенные прототипы функций и так далее. И все это должно выполниться при компиляции только один раз. А main.h и вообще все эти h могут быть подключены к любому количеству усишных файлов. Данная конструкция позволяет выполнить компиляцию данных файлов только по одному разу. аналогичную аналогичную структурку записываем и в mcu.ini.h копируем только здесь надо написать mcu.ini.h в mcu.i.s. Обычно берется define очень похоже на название файла. Прекрасно. Теперь вот эту вот всю структурку мы выносим вот сюда. Все, ошибки исчезли. Проверяем. Как он любит эти линии. Все собралось. Отлично. Так, здесь mcu.ini.h Здесь очень хорошо сделать это же самое подключение что и в main.h То есть подключим к mcu.ini фактически весь наш стадепирий. Это нам нужно для чего? Для того, чтобы вынести сюда letc.ini. Берем, копируем его целиком. Вставляем. И самое главное вынести прототип этой функции в hfile. Точка запятой. Проверяем. Все. Ошибок нет. как мы видим letc.ini определился. Он лежит в mcu.ini mcu.ini mcu.h которого подключен main.h Вот он. Main видит прототип функции. mcu.in.h Вот он. Ну и сама функция в mcu.ini выполняется. Давайте проверим. Закомментируем все эти led. Сейчас они все должны выключиться. выключились. Раскомментируем. Проверяем. Запустили. Как мы видим все работает. Ну все. Таким образом мы научились переносить нашу инициализацию в соседний файл. Таким образом мы не загромождаем main.se Спасибо за внимание. До скорых встреч.